всем привет друзья вещи собраны гуси уже летят в общем сегодня у нас 25 октября и решил я поехать саратов к своему друге другу юри вот вещички собрал упаковал костюм ситка шмотки перчатки рюкзак ну и соответственно несколько десятков патроны ружьем не знаю как метам примут не примут меня в поезде с оружием честно сказать не задавался этим вопросом как привозить оружие ну попробую прокатиться дурачка вот но я думаю нормально все будет я же не террорист на самом деле еду на охоту на водоплавающую на утку через время у нас пол пятого через полчаса буду выдвигаться 8 часов мне отправления вот вы это видео увидите не знаю наверно в ноябре я постараюсь его выложить пока актуальная охота это на утку посмотрим что у нас получится прогноз погоды суровый ну как обычно в принципе мы всегда попадаем в такой прогноз снег дождь ветер мороз минус ну тем она интересная доход она непредсказуемая и каждому несет что-то свое кому-то добычу кому-то опыт но мы постараемся чтобы нам по всем фронтам повезло ну из погоды соответственно суровый вот собаку я не беру в этот раз она остается дома на леди дома оставишься потому что с собакой ездить я уплочнял как в поезде это целый купе надо снимать вот но я поэтому пацкарте завтра на вечерку надеюсь уже поедем саратовской области всем пока продолжаем сезон охоты 2017 осень утка это начало да еще и забыл сказать что мне просто многие спрашивают как мы едем на охоту планируем все это дело собираемся там берем путевки собственно предыстория этой охоты вчера вечером где-то около шести часов позвонил юра и собственно я уже еду сегодня поэтому вот так вот мы планируем путевку он уже взял поэтому так вот ребят очень сложно все планируем за месяц за год за полгода за три месяца за неделю это охота она непредсказуемую вот если охота выходного дня туда выехал повезло не повезло но когда ты хочешь действительно хорошо походится попасть на утку то нужно в какой-то степени быть без головы сегодня решили завтра выехал продолжать а а а а а а а и и и Ну вот я в Саратове, где-то здесь должен меня ждать Юра. Проехал я в принципе нормально, оружия, но проблем Патронов не было, кроме как в Москве, у меня проверили полиция полностью, количество патронов, оружия, номера, но правда ружье не доставали, они не имеют права доставать его в зале вокзала, просто пощупали, посмотрели, вот. Сейчас по местному времени час дня, в Москве 12, сейчас переодеваемся и будем выбегаться, время мало. Как настрой? Настрой боевой, лечиться будем. Я, как обычно, перед охотой болею, заболел, сопли, слюни, кашель, все дела, сейчас будем лечиться, ехать. Времени у нас в обрез, время 12.50. Нам еще надо на вечерку спеть в лагерь поставить, переодеться, переобуться, доехать, сплепнуть катер. Морозец, листва облетела, а мы выезжаем, выезжаем. Ну что, погнали? Погнали. Выдвинулись мы, уже приближаемся. Да, уже скоро. Скоро подъедем к гаражу, спустим лодку и загружим и тронем. Воды нет ни хрена в Волге, все слили. Сухая Волга. Может будет охота у нас, но не будет так хорошо, выходные проведем. Чучела не берем. Чучела не берем, да. Ничего сделать. Потому что снег идет, надо снежную бабу лепить. Пошли, конь германский. Загрузились. Паркас. Безопасность. Привыше всего. Да, привыше всего. А самое главное на охоте это безопасность. Так, ну что, коров. Иди-ка, я остановлюсь, чтобы нам не грузил нос. Коров, иди-ка сюда. Давай-давай. Иди-ка сюда. Сюда, ходи. Вперед. 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 Молодец. Хорошо. Сейчас мы здесь все сядем как-то. Куда-то поедем. И поедем куда-нибудь. Снежок срывается. Минь, да. Минус. И пухает он. Он не такой. Он не такой. Я не такой. Выдвигаемся, ребят. Прибыли на место нашего лагеря. На саратовскую землю вступил. На берег. Будем стоять в дубовой роще. Юра уже начинает выгружать их. Тишина, красота. Да. Ну что ж. Будем разгружать вещички. Да, Юр? Да. Уже пошли. Ты мне выкладывай оттуда. Я буду сюда вынать. Вернулись свечерки. Вот такой это у нас результат. Три селезня. И две кряки. Да. Офигенная была охота. Я люблю охоту. Когда охотишься вот с одного места. И не делаешь даже шаг с него за всю зорьку. Стоишь стреляешь. Бам. Упала. Собака. Пошла подала. Принесла. Бам. В другую сторону упала. Пошла подала. Бам. В третью сторону упала. Собака. Одну подала. Другую подала. Просто шикарно. Прям на золотую была вечерка. Просто собака молодец. Все подала. Все прекрасно. Стрельба хорошая. Собака хорошая. Отдыхаем хорошо. Культурно отдыхать умеем. Что утро, да, Юр? Да. Но добрым не бывает. Там такая погода, что мне пришлось одеть капюшон за час до выхода из палатки. Чтобы все греться, да? Чтобы адаптироваться, да. Позавтракали чуть-чуть. Ну, не позавтракали, чайку попили. Что там за погода, ты покажешь? Погода заячья. Зайца тропить пойдем. Да, как раз завтра открытие на зайца у нас. Да, зайца будем тропить. Снежок. Ну ладно, ничего, за уточкой сходим. Снежок. Проснулись, 4 утра. Встаем. Раскачиваемся и выдвигаемся на утрянку. Заходит. 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 Ура. Снежок. Заходит. Заходит. Встать. Заходя. Чё творит, чё творит? Достанешь? Чё творит? Новый день! Бабка Woods Порость Бутин Стрель Григорь Зачем так много патронов тратить, дай собаке как работает, дай пять, дай еще, ай красиво. Ну вот мы вернулись с утрянки, рыльца в снежку, и вообще снежка подвалила по сравнению с тем, что было вчера, сейчас будем отряхивать вход, заходить в палатку. Завалило снежком, летит снег на камеру, ветерочек чуть приподнялся. Сейчас будем завтракать, посидим, поговорим о бутрянке, расскажем, как она была, что было интересного. А так вот результатно лежит под деревом селезня, рековые, ну и утки есть рековые. В общем, все получилось. Ты доволен, Юр? Да, я счастлив. Очень? Очень. Ну и хорошо, я тоже счастлив. Не зря мы, не зря мы здесь, в эту погоду, в это время. До места утрянки мы три часа, но с момента того, как проснулись, все сборы, чаепития, заходы, сборы, сумок, заезды, потом заходы, расставляющие, ничего еще, три часа за минуту. Брожение по лесу с фонариком, ночью еще то удовольствие. Всем привет, друзья! Здравствуйте! Вернулись мы с утрянки, вот, греем шулюн из утки, которые добыли вчера на вечерке. Вот, и хотим немножко поговорить о том, какая у нас была сегодня утрянка. Как вообще это все происходило вживую. Значит, проснулись мы, наверное, не знаю, часа в два ночи, я так понимаю, да? Да, около того. Почему? Потому что я тяжело утром встал, на самом деле. Вот, хотя спал, крепко-крепко спал, тяжело мне вставать было. Пока раскачались, чеку попили, туда-сюда, вещи, в принципе, у нас все собраны были там. Ну, туда-сюда не было, Дима, ты его преувеличивай. Я, во всяком случае, не такой. Да, да. Вот, собрали чучела, чучел взяли немного с собой, десяток всего. Поставили восемь. Поставили восемь, да. Место было, до места где-то добирались с момента подъема около трех часов. Вот, пришлось идти по темному лесу. Пришли, еще темно было, снег валит, прямо сначала мелкий снежок срывался, потом вообще хлопьями повалил, уже когда рассвело. Но факт в том, что утка полетела туда на кормежку, она именно там на дневке, видимо, находится. Потому что мы пришли, вообще там никто не взлетел. Сначала даже подумали, что все, что-то мысль такая была, что шулюн наш подогрелся, что охоты не будет. И тут, как они полетели, с одной стороны, с другой стороны, а не видно стрелять, мы, наверное, раз по пять стрельнули. Ну, темно на фоне леса, очень плохо стрелять. Потом на одно место стали. Юра там патронтажся. Да. Потерял. Потерял, забыл, да. Потом экстренно переместились. Уже посмотрели, как утка заходит туда на посадку. Она подлиннее, чуть-чуть под противоположный берег. Мы переместились. Ну, в принципе, я думаю, нормально стали. Вот. С маскировкой, как бы, у нас было слабоватенько. На... Мы забыли мач... Ну, с собой... Мачетку. Забыли, да. Там нужно было веточек, кустиков подрубить, натыкать, сделать, ширмочку перед собой. Но забыли ее, скажем, к сожалению, в катере. И поэтому маскировались так, как получилось. Ну, да, подломали куст, который рядом с нами был. По темному-то еще рядом стояли, потом пришлось зайти. Но все равно утка там не пуганная, охоты там в этом сезоне не было, я так понимаю. Вот. И... Она очень хорошо там, буквально два-три облета она делала по границе леса. Ну, то есть она не в озере делала облет, а сверху. И потом уже просто... Если на видео получится, мы вам покажем, как это все происходило, как она заходила. На посадку. Вот. Расстреляли кучу патронов. Да. Были досадные промахи, были хорошие попадания. Промахов много было. Даже как-то непривычно мазать. По таким налетам, капитальный налет. Ну и были и четыре утки. С одного налета, да. И ни одной. С налета такого, где должно было там штук пять упасть. Ну вот. Ну вот. В итоге норму мы взяли. Вот. Собака у нас поработала. Все. Подранков тоже всех добрали. Вот. Хотя были подранки сложные. И ныряли. И на берег убегали. Ну, собака все добрала. Молодец. Вот. Охоту закончили досрочно. Потому что норму взяли. И как бы решили, что больше и как бы не надо. Вот. Вернулись в лагерь. С приключениями. Да. Трос у нас оборвался. Газа. Трос газа, да. На лодке оборвался. Но ничего. Доехали. Да. Добрались. Добрались. И сейчас вот сидим за столом. Подогрели шлюм. Сейчас по завтракам или пообедаем. Подумаем, какой у нас план на день. Как бы что показать. А, ну да. Добыча наша вот сзади лежит. Ну вот так. Немножко есть. Это у нас за сегодняшнюю утрянку и вечерку вчерашнюю добычу. Так что не ругайте нас сильно, что мы перестреляли норму. Если здесь судить по дневной норме, то конечно здесь перебор. Но мы вам говорим, что вчера вечером тоже была хорошая охота. Тоже хорошая вечерка была. Кто-то поленился, правда, немножко. Но зато добыл ворону. Я немножко поленился и не пошел за Юрой. Я зато выступал в роли координатора. Кричал. Наводчика, да. Справа заходят, слева заходят. Юра там исполнял. Две падают, три падают. С одного места не сходил. Да, шикарное было место. Вчера на вечерке я встал на андатровой хатке. Стоял на возвышении. Стоял относительно воды, относительно камышей. Обзор был просто прекрасный. В общем, замечательное место было. Да, жаль только один стоял. Ну, кому-то надо было подсказывать, откуда она летит и ворон стрелять. Ну ладно, продолжим нашу охоту. Надеюсь, получится хорошее видео. Всем пока. Вышли мы на крайнюю нашу утрянку. Дождик ночью моросил, переходящий в снег. Сейчас вот опять срываются капельки. Но на улице теплее, чем вчера. Где-то плюс один, плюс два, может. Да, Юр? Да, приклею. Ты как, не проспал сегодня? Нет, все хорошо. Готов? Всегда готов. Чучела выставляем на пролете, на подлете. Вот такой бычажок. Сегодня у нас место охоты немножко другое. Более водянистое. Меньше леса, больше воды. Да. Посмотрим, что принесет нам эта утрянка. Собака вон стоит, глаза светятся. Не очень хочет она лезть в холодную воду на грани замерзания. Ну ладно. Будем готовить. Место к утрянке уже расцветает. Пора. Пора. Круг. Ещё она круг заходит. Это двое тут. Двое тут входит. Я за 1. я переднюю до 5 это не уйдет от розарио агро еще никто не уходил собца бы подай коров вернув не 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 давать достанется капитально я бы его камуфляж на лице дружья приводнился опять коробе дай потрошку жменьку тут закрывашечка конечно тем щелочка лопастой набор выбираемся с охоты юра чучела собирает машинами маме ручки добычу выносим надо что-то было на коров повесить коров пойдем хорошее место спасибо этому месту хорошее место не глубокое собаки хорошо работают нам хорошо стоять на этом мы заканчиваем нашу охоту сейчас выберемся до лодки в лагерь в лагере соберем все вещи с карп охотничьи будем выдвигаться в сторону дома вечером у меня поезд на домой быстро прилетели три дня пребывания на саратовской земле в воде скорее в воде в воде но все равно в памяти будут долго хорошие красивые налеты посадки досадные промахи но за этим мы ездим даже на три дня дают на три дня за такие дальние дали за 3 9 земель молодец хорошо что приехал спасибо что встретил всегда пожалуй да классно поохотились красота где-то не битого везет да не битый битых не битый битых и пахнет листвой да осень осенью пахнет ребята последние деньки наверно теплый осень вчера вообще противоположная картина была такой снегопад ночью минус сегодня ночью дождь а сейчас плюс теплом костюме то плюс не е не это реактивном передвижение то жирковато еще и в эйдосах да да пришлось кирпич торозец не тебе да ты же не в зимнем костюме не здесь ну ладно идем потихоньку охота именно уже в прямом смысле забрали мы лагерь здесь у нас стояла палатка даже видно что сухое круглое до центр затоптан где у нас стол стоял весь наш хибар вот он столы и стулья оружие сумки моя походная поездная сумка добыча корабль все 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 мы собрали осталось нам погрузиться и выезжаем даю подвигаемся на место базирования лодки оттуда поедем уже по домам по домам да в общем то вот такая вот у нас охота так такой вот у нас быт был надеюсь что что-то вам понравилось может быть что-то не понравилось но уж не судите строго как есть так и охотиться собака уже подустала сил до до дустала добыча только притащить добыча наши до три дня мы три дня охотились три дня каждый день брали норму норма у нас 6 голов соответственно день мы брали по 12 птиц за три дня было добыто 36 преимущественно кряква вот была одна связь и один красноголовый нырок еще один подранок правда черка мы не добрали кайсы кайсы но как говорится не все возможно добрать но были те которых добирали очень очень далеко подранки ходили за ними но всех добрали в общем такая вот охота ребят надеюсь что вам большинству понравилось подписывайтесь на канал на мой смотрите меня юру всех кто охотится с нами будем радовать вас новыми видео в новом сезоне сейчас уже впереди зима впереди рыбалка зайцы подготовка к весеннему сезону обзоры на снаряжение что-то нового подкупим к сезону о чем-то снимем на том что уже есть в этом сезоне о чем еще вам не рассказали так что будут видео еще на канале всем пока счастливо пока